Что я лично или власти Беларуси нарушили, какие международные нормы, какие внутренние законы мы нарушили в связи с тем, что сюда приехали эти бедолаги. Ничего мы не нарушили, поэтому претензий нам предъявлять не надо. Европейский Союз обвинил вас в ситуации на границе в миграционном кризисе. Вплоть до того, что они говорят, что это вы пригласили мигрантов и беженцев на границу. Что вы думаете по этому поводу и кто на самом деле отвечает за этот кризис? Согласитесь, если вы кого-то в чем-то обвиняете, то для этого надо иметь конкретные факты. Так вот, если коротко отвечать на ваш вопрос, что я повинен в том, что мигранты идут через Беларусь в Евросоюз, факты на стол. Если такие факты будут, я публично извинюсь. Если пространно и широко, то, во-первых, мне с вами очень просто на эту тему рассуждать и отвечать на ваши вопросы. Потому что вы больше, чем какая-либо другая страна, я имею в виду Турцию, подверглись нашествию беженцев и хлебнули много бед и проблем от этого исхода беженцев с своих земель через Турцию в Евросоюз. Давайте начнем с того, почему люди, в данном случае эти беженцы, бегут из Ирака, из Сирии, из Афганистана и других стран. Почему они бегут? Потому что Соединенные Штаты Америки вместе со своими сателлитами европейскими и прочими представителями героических государств вторглись на территорию этих государств. Причину не будем называть, мы ее хорошо знаем, она банальна. И уничтожили практически эти государства. У этих людей нет жилища для того, чтобы жить. У них нет возможности накормить своих детей, одеть своих детей. Но самое страшное, у них нет перспективы на будущее, особенно у их детей. Поэтому они стали беженцами и по разным маршрутам пошли туда, это третье, куда их позвали. Их позвали в Европейский Союз, в частности Германию, старые страны Европы, Великобританию, Францию, Италию, Испанию. Они туда и пошли. В основном тремя маршрутами. В Испанию через Средиземное море, в Италию, в Балканский путь и через Беларусь. Почему через Беларусь? Потому что у нас примерно со ста государствами мира безвизовый режим. То есть, если гражданин Турции захотел прибыть в Беларусь, ему виза не нужна. Он может сюда приехать и определенное количество времени находиться в нашей стране. Этим попробовали воспользоваться беженцы. Люди приехали в Беларусь совершенно законно. Заплатили за это деньги. Находятся здесь, платят за питание, одежду. Они платят за различного рода мероприятия, которые они планировали здесь провести. И под это подстроились мигранты, беженцы. Они начали сюда пребывать как туристы. Они воспользовались услугами такси, частных извозчиков. Все, что возможно в Беларуси для того, чтобы проехать 300 километров и попасть на границу с Польшей, Литвой, Латвией. Сделали они это абсолютно законно. Встает вопрос. Скажите, что я лично или власти Беларуси нарушили? Какие международные нормы, какие внутренние законы мы нарушили? В связи с тем, что сюда приехали эти бедолаги. Ничего мы не нарушили. Поэтому претензий нам предъявлять не надо. Более того, мы свято выполняли наши договоренности с Европейским Союзом по реадмиссии. Европейский Союз разорвал все договоры и соглашения в прошлом году, продолжил и в этом году, которые мы заключили с Евросоюзом по вопросам реадмиссии. Ну, значит, они взяли такой курс в отношении Беларуси. И зачем нас сегодня обвинять? Поэтому упрекать нас в том, что мы сюда завозим людей, предварительно собирая их в Сирии, Ираке и даже Сомали, а собрав привозим в Беларусь для того, чтобы переправить Европейский Союз, ну вот просто безосновательное и непродуманное обвинение. Для чего это делается? Для того, чтобы придумать причину давления на нашу страну, на Беларусь. Как продвигаются переговоры с Европейским Союзом по этому вопросу? Какому? По миграционному кризису. Никак. Они в этом, может, и заинтересованы, но делать ничего в этом плане не хотят. А им и не надо ничего делать. Им нужна причина давления на Беларусь. Поэтому они не участвуют в этих переговорах, хотя и ответственные лица были назначены с их стороны, которые должны были вести с нами переговоры. Ну, наверное, очень заняты. Проблем в Европейском Союзе сейчас большое количество, поэтому не до этого. Как мы понимаем, у них позиция одна – рассосется. Но я так понимаю, что вы сейчас находитесь в состоянии переговоров с Германией, правильно? Нет. Говоря о Польше, мы знаем, что они собираются построить стену на границах для того, чтобы блокировать движение мигрантов. Как вы считаете, насколько эффективны эти решения? Вы знаете, видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги. Поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки. Если говорить о стене, она не будет стоить ни 400, ни 500 миллионов долларов, как они планируют. Она будет стоить около миллиарда долларов. Они на отдельных участках нашей границы с Польшей построили такую стену. И, как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена. Всего около 25 тысяч человек. Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену? Знаете, был пример. Американцы попытались на границе с Мексикой построить стену. Один президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше. Мы не напрягаемся по этому поводу. Это их проблема. Пусть строят. Нам хуже не будет. Но в Польше очень нестабильная обстановка. И не факт, что это правительство удержится. Я уверен, что придут более умные, хозяйственные люди и найдут, куда потратить этот миллиард долларов. Ну и потом, вы же знаете, в Германии в свое время стену разрушили между ГДР и Западной Германией. И это была победа европейской демократии. Все кричали, нет разделительным полосам и стенам на границах. Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в пять с половиной метров? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея. Продолжение следует...